С вами снова Дугмама Али и мои собаки Тихуа Софи и Эйвен. И сегодня в рубрике Спроси Софи мы задались вопросом, зачем и почему у собаки мокрый нос? Существует красивая легенда об этом. Очень-очень давно, до всемирного потопа, когда Ной построил свой ковчег и взял на него каждой твари по паре, свободного места почти не осталось, и Ною пришлось сесть у самой двери со своим верным псом. В щели неплотно закрытой двери дул сильный ветер, и Ной дрожал от холода. Его верный пес поменялся местами с хозяином, чтобы уберечь Ноя. Ледяной ветер, сквозящий через дверную щель, охладил нос собаки. С тех времен все собаки имеют холодный нос, как верный друг Ноя, спасавший своего хозяина. Легенда, конечно же, очень красивая, но должна же быть какая-то научно обоснованная причина. Почему? Мокрый он, потому что покрыт смесью жидких выделений боковых носовых желез и носовых вестибулярных желез. Но зачем это нужно? Первое. Нос спасает собаку от перегрева. Ученый-зоолог Нут Шмидт Нильсен провел исследование и сделал выводы. Собаки не потеют так, как потеть привыкли люди. У собак свой способ. Они дышат с высунутым языком, чтобы жидкость, которая испаряется с поверхности языка, уносила вместе с собой излишки тепла. Когда собаки так дышат, большая часть воздуха проникает через нос, который участвует в испарении жидкости значительно активнее и лучше, чем пасть. А когда собака выдыхает воздух через рот, ее тело охлаждается примерно вдвое быстрее. Ученый предположил, что предназначение носовых желез – производить ту самую жидкость, необходимую для теплообмена с окружающей средой. Второе. Нос – это главный помощник собаки в восприятии мира. Кончик собачьего носа постоянно влажный и поэтому немного холодный, так как его покрывает слизь, которую выделяют железы. Влажный нос помогает собаке почувствовать наличие даже самых слабых движений воздуха и их направления. Мы для этого слюним палец и подняв его, поворачиваем в разные стороны, чтобы определить направление ветра. Слой жидкости на носу работает как газожидкостный хроматограф. Боже, что это значит? Все просто. Молекулы попадающих в нос летучих веществ движутся с разной скоростью. Это позволяет отделить их друг от друга. Вот поэтому собака намного лучше различает запахи. Так работают все носы. Но мокрый нос использует не только свою внутреннюю поверхность, но и наружную. Влажные носы имеют подавляющее большинство видов млекопитающих. Исключение составляет лишь часть приматов. Долгопяты некоторые обезьяны и человек. Перейдя к дневному образу жизни, мы сделали основным зрение. А обоняние утратило свою важность. А для собак обоняние это самый главный способ восприятия. По запаху они узнают друг друга. С запахом передают и получают большую часть информации. Поэтому им нужны чувствительные носы. И пора разрушить миф, что сухой нос у собаки обязательно означает болезнь. Спросите у ветеринара, и он вам подтвердит, что болезнь собаки может и не проявляться в сухости носа. У некоторых питомцев нос менее влажный, чем у других, поэтому сухой нос может быть вполне нормальным явлением. Кроме того, температура и влажность носа в течение дня меняется. Мокрый с утра, сухой днем или когда поспали, и снова влажный вечером. Помните, собака может болеть и при мокром, и холодном носе. Вместо этого обращайте лучше внимание на выделение из носа. Если выделений слишком много, нос покрывается корочкой, или выделение необычного цвета, или имеет запах, это может свидетельствовать о чем-то не очень хорошем. Любите своих собак, и будет вам счастье! То есть нос это моя главная часть, так получается, София. Ну да, так получается. Если у меня не будет вдруг носа, ну всякое же в жизни может случиться. О боже, Иван. Ну София, мало ли что. Все, хватит. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить много полезного и интересного. Ставьте лайк и делитесь этим видео с такими же любителями животных.